Я приехала для того, чтобы занырнуть сегодня в прорубь. Всем привет, меня зовут Анна Кафарина, вы на моем канале YouTube. Записываю супер быстрое видео про свои эмоции и впечатления о том, как я нырнула в крещенские морозы. Это было ровно сегодня ночью. И надо сказать, что я ныряла уже четвёртый раз в своей жизни. В этот раз я ныряла в районе города Икши, это в районе моей дачи. И там сделали цивильную купальню, сделали прорубь, сделали палатку с теплом, и где народ после окунания в купель мог выпить рюмочку выречительных напитков. Что могу сказать? Это страшно. Страшно, даже если ныряешь уже четвёртый раз. И я сделала одну сильную ошибку. Я пока ехала на машине из Москвы на дачу, мороз-то минус 22, у меня замёрзл палец на ноге. Доехала я достаточно быстро, и машина у меня целиком не успела прогреться. Я бахнула весь воздух на лобовое стекло, чтобы успеть. Но, в общем, машина у меня не успела прогреться, и, соответственно, палец на ноге у меня замёрз. И я, собственно, с этим же пальцем, мне так интересно, в камере отображается телефон. Ну ладно. И, собственно, я с этим замёрзшим пальцем полезла в купель. Ну и, естественно, у меня... Прямо вот я почувствовала, когда спускалась по лестнице, я почувствовала свои пальцы. Вот, поэтому, если вы сегодня собираетесь ехать нырять, то, первое, обязательно возьмите с собой во что переодеться, потому что даже если есть какой-то домик, где можно переодеться, это будет происходить максимально быстро. То есть ты приезжаешь в любую оборудованную купель, быстро-быстро раздеваешься, тебе нужно быстро дойти нырнуть, либо постоять немножечко в очереди и нырнуть, потом выйти и быстро переодеться. Шатры для переодевания, в них плюсовая температура, но там не Ташкент. То есть это прямо такие спартанские условия. Вот, поэтому всё нужно делать быстро, оперативно. Я переодевалась в халат и поняла, что это очень удобная история. У меня такой большой толстый махровой халат, и в него можно закутаться, за капюшон надеть, прыгнуть в валенки и спокойно себе собирать свои вещи, собираться самому. Что по поводу купели? У меня случился коллапс. Коллапс четвёртый раз в моей жизни, потому что четвёртый раз я купаюсь, и четвёртый раз с человеком, которого я прошу снять, случается какая-то мистика, и видео или даже фото не получается. В первый раз, когда я купалась, получилось из всего набора, получилось две фотографии, на которых сложно различить меня. В этот раз видео даже не получилось. На записи были многие видеооператоры, и всё. Хорошо, что поскольку я была единственная женщина, многие мои соседи по даче решили меня снять, что это за дикоинка такая, и у меня образовалось одно видео. Сегодня, может быть, мне пришлют что-то ещё, но пока вот только одно видео. Эмоции мои следующие. Очень классно. Несмотря на то, что ты залезаешь в воду, которая ледяная, но из-за разницы температур тебе кажется, что она прям горячая. От неё даже идёт пар. Ну потому что, собственно, она плюсовая, это же вода. Когда залезаешь, даже больше страшное становится перед тем, как залезаешь, потому что тебе морально нужно подготовиться, что это вроде бы такая процедура сложная. Но на самом деле нет. Залезать в воду просто, потому что всё происходит быстро на улице, холодно, и нужно сделать своё дело максимально оперативно. Вот. И когда залезаешь уже в воду, там уже нет пути назад. Ты окунаешься три раза. Я окуналась без головы, без того, чтобы её намочить, потому что, собственно, холодно, и посушить негде. Я понимала, что ещё где-то часа два мне нужно, чтобы попасть домой. Поэтому, дабы не переохлаждаться, я окупалась без головы. Ну и поскольку я индиферентных взглядов на религию, я не крестилась. Так что вот так поделитесь своими комментариями, понравились ли вам, окупаетесь ли вы в крещение. Если да, то вы окупаетесь так, как я просто с точки зрения, а смогу ли я? Или вы окупаетесь прям с религиозной точки зрения и искренне верите, чтите Бога и верите во все обряды, ритуалы. С вами была Ама Кафырина с просони, потому что спала 4 часа. Всем хорошего дня крещения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok